Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Армянская церковь Святой Ас-20 Мване в Западной Армении находится на грани разрушения. Ахтамар, Карс и Ани. Турецкий блогер рассказывает об армянском наследии в Западной Армении. Познакомимся с историческими местами Западной Армении – Хасунские пещеры Тигранакерта. Что произошло между Казахстаном и Турцией? Тиранлок Магёзян. Ночью в селе Шош Арцаха вспыхнул пожар. Ансамбль юрджиев с гастролями представляет миру армянскую музыку, написанную в Западной Армении. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Красная церковь, построенная в историческом монастырском комплексе Кармараванг в Гашском районе Ваны в Западной Армении, была брошена на произвол судьбы. Церковь, построенная в X веке, находится под угрозой полного разрушения и нуждается в защите. Этот великолепный храм, построенный королем Воспураканом Гагиком I посреди высоких гор, много раз был разрушен и разграблен охотниками за сокровищами. Церковь, пострадавшая во время гамитской резни в 1895 году, также сильно пострадала во время геноцида армян в 1915 году. Во время геноцида после изгнания и убийства армян она была полностью заброшена. Примечательно, что церковь находится под охраной Министерства культуры и туризма, но никакие реставрационные работы не ведутся. Аргун Конук – турок. Он не имеет армянских корней, но большая часть его видеоблогов посвящена армянскому наследию в Турции. «Мой контент не является политическим, меня интересуют объекты культуры, и я как турок считаю себя ответственным за то, чтобы показать полную картину своей страны». Именно этим предложением начинает большинство своих видеороликов на YouTube молодой турок Аргун Конук. С декабря 2020 года Аргун снимает различные видеоролики, большинство из которых посвящено армянам, живущим в Турции, и армянскому наследию. Статья полностью доступна на нашем сайте. Поселение Хасуни, расположенное в Сильванской провинции Тигранакерт в Западной Армении, представляет собой тысячелетнее чудо природы с более чем 300 пещерами. Одни из них имеют три этажа, а другие – пять и семь этажей. Пещеры были одним из важнейших поселений в регионе, особенно в ранний период распространения христианства. Это поселения и пещеры, которые были поселением первых людей со времен Мезолита, считаются одним из древнейших пещер Верхней Месопотамии. Такие здания, как лестницы, водные пути и пещерные церкви, были построены людьми для удовлетворения социальных и культурных потребностей. Пещеры соединены друг с другом переходами, рядом с вырубленной в скале церквью есть небольшой амфитеатр. Археологи считают, что влияние на эту географию оказали урарты, скифы, персы, парфяне и империя Тиграна Великого. Как мы видим, история коренного армянского народа Западной Армении насчитывает тысячи лет, о чем свидетельствуют подобные сооружения и памятники. Тюрколог Тиран Локмагёзян сослался на беспорядки в Казахстане из заявления бывшего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу. По словам тюрколога, у Турции далеко идущие планы не только в Казахстане, но и с тюркоязычными народами Средней Азии, на реализацию которых она потратила огромные средства за последние 20 лет. До недавнего времени Казахстан был одним из самых верных помощников Турции в реализации этих программ, но теперь между двумя странами прошла «черная кошка». И если Казахстану не удастся завершить начавшуюся революцию, турецко-казахстанские отношения могут стать более напряженными. А если все будет по нраву Турции, то влияние не только турецких, но и антироссийских и проамериканских сил в Казахстане увеличится. Локмагёзян заявил, что бывший премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу был расстроен тем, что государство-члены ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. Он выразил обеспокоенность тем, что Казахстан обратился за помощью к организации договора о коллективной безопасности, в которой в настоящее время председательствует Армения. 8 января в 4.16 от жителя Степанакерта поступил звонок о том, что в селе Шош Аскеранского района вспыхнул пожар. По предварительным данным загорелось одеяло. По сообщению МЧС МВД Республики Арцах, на место происшествия незамедлительно выехал пожарно-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи населению. Пожар был локализован в 5.15 и потушен в 5.47. Одеяло, принадлежавшее жителю села Шош и вещи внутри сгорели полностью. Огонь не перекинулся на ближайшее строение. Жертв нет. Дело расследует Государственная инспекция пожарной и технической безопасности. Ансамбль «Гюрджиев» завершил 2021 год зарубежными гастролями. Ансамбль выступал на престижных сценах Франции, Белгии, Нидерландов, Венгрии и Люксембурга, получив овации. Тур начался с одного из самых популярных фестивалей в Нидерландах – November Music. По словам художественного руководителя ансамбля Ливона Есакьяна, все концерты прошли хорошо, но особенно вечер в концертном зале в Венгрии, в рамках которого ансамбль исполнил программу «Барток и Камитас». Прозвучали народные мелодии Беллы Барток, записанные в 1930-х годах и собранные в армянских селах Западной Армении. Барток – один из величайших композиторов XX века, и между ним и Камитасом часто проводят параллели, отмечая, что они оба проделали схожую работу, составляя народную музыку в попытке создать новый язык в классической музыке. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok